Всем привет! Сегодня я предлагаю нам с вами посмотреть и разобрать все, что я купила к весне. И я надеюсь, что вы еще не совсем устали от этих видео с покупками. Дело в том, что сейчас, в общем-то, как всегда, наверное, в мире существует так много каких-то новых трендов, что охватить абсолютно все у меня физически не хватит времени, да и, в общем-то, я не хочу этого делать, если честно. Поэтому покупки – это мой своеобразный способ продемонстрировать вам то, какие направления в новом сезоне лично я отметила для себя и какие тренды я хотела бы примерить, потому что если мне что-то нравится, я покупаю это, если я покупаю это, я показываю это вам. Кроме того, я, как всегда, буду сопровождать каждую покупку некими обоснованиями и комментариями на тему того, как ее можно наиболее выгодно обыграть в вашей повседневной жизни, поэтому я очень надеюсь, что у нас все получится хорошо и интересно. Да, я думаю, разговор сегодня получится достаточно долгим, поэтому давайте сразу перейдем к делу. И начнем мы, наверное, с одного из моих любимчиков – с магазина Names. Там я заказала всего две вещи, но зато какие. Первое, что я нашла там – это совершенно роскошные брюки. И когда я увидела их на сайте, я сразу поняла, что моя коллекция брюк будет неполноценной без этого экземпляра. Я заказала их и бомбер, который я покажу вам следом для вечеринки Джо Малон, которая проходила пару недель назад. Там было очень весело и очень здорово. И мне хотелось надеть что-то особенное, потому что отчасти это все равно фэшн-мероприятие. И должна сказать, что я получила массу комплиментов в адрес своих брюк. Во-первых, они достаточно хорошо и правильно сели по моей фигуре. И я уже очень давно поняла, что когда дело доходит до брюк, правильная посадка – это уже где-то 80% успеха. Во-вторых, мне, конечно же, очень понравилось высочайшее качество материала, потому что он очень плотный и прочный. Он правильный для такого кроя брюк, потому что именно это позволяет широким штанинам очень красиво драпироваться при ходьбе. Единственный момент, поскольку я получила свой заказ прямо в день отлета, мне не хватило времени отдать их в ателье и укоротить длину штанин. И, в общем-то, пришлось работать с тем, что есть, но мне кажется, все прошло более чем гладко. И, кстати, бренд называется Lola by Lolita Shonidi или Shonidi. Я точно не знаю, как это произносится, и я ненавижу себя в эти моменты, когда я не могу правильно назвать имя человека, особенно человека, который создал такую роскошную вещь. Пару к этим брюкам я заказала вот такой совершенно потрясающий бомбер. Я не знаю, своим стилем и своей посадкой он очень напомнил мне Moschino или Coach, что-то в этом роде. И вообще с ним у меня вышла двойная победа, потому что, во-первых, я открыла для себя новый совершенно замечательный бренд, который называется Joy Rich. Конечно же, он не новый, он новый для меня. И второй бонус заключается в том, что, если честно, изначально я думала, что эта вещь как бы звезда одной вечеринки. И заказала я ее, по сути, только потому, что мне нужен был какой-то достойный эскорт для моих брюк. Но, как оказалось, этот бомбер сделан из шерсти, он очень-очень теплый, он практически непродуваемый. И теперь я ношу его в качестве верхней одежды почти каждый день. Он оказался очень практичным, здорово смотрится с денимом практически любого оттенка. И, кстати, поверху здесь идет искусственная кожа, но она высочайшего качества. Ну и в довершении цена на него была очень мягкой и приятной для, по сути, полноценной верхней одежды. Так что лично я вообще ни о чем не жалею. И, конечно же, ссылки на абсолютно все вещи, которые я покажу вам сегодня, я оставлю внизу в инфобоксе. Если они еще есть в продаже и если я смогу найти их. И, пожалуйста, не забывайте, что на names.ru действует скидка 30% для всех моих зрителей. Все, что вам нужно сделать, это ввести вот этот промокод в Острикова 30. И я не знаю, мне кажется, это более чем щедрое предложение. Если вы планируете немножечко освежить свой гардероб к весне и к лету, не упустите такую возможность. Просто не упустите ее. И личный совет от меня, если вы действительно чувствуете, что мы с вами в одном стиле и нам нравятся примерно одни и те же вещи, одно и то же направление, обязательно проверьте этот бренд, о котором я говорила, Joy Rich, потому что, я не знаю, мне кажется, стилистика бренда определенно отсылает нас куда-то к началу 2000-х. И все их вещи очень яркие, очень бескомпромиссные, что ли. Но мне кажется, что при умелом обращении они будут смотреться просто невероятно стильно. Далее у нас по списку Asos и, наверное, самой удачной покупкой в этот раз для меня стали вот эти туфли в мужском стиле от бренда T.U.K. Не знаю, я раньше никогда не сталкивалась с этим брендом, но я очень рада, что наше знакомство состоялось, потому что и качество, и дизайн их обуви просто феноменальны. Просто посмотрите на них, мне кажется, это произведение искусства. Они очень элегантные, совершенно ничего лишнего. И что самое главное для меня, они выполнены из очень и очень мягкой кожи, и ходить в них одно удовольствие. У меня уже есть обувь такого типа, и с ней всегда одна и та же проблема. Кожа очень жесткая, даже если она натуральная, абсолютно всегда натирает мне ногу. Я очень довольна, что нашла пару, которую можно носить на повседневной основе без каких-либо последствий. Может быть, это какое-то мое личное странное предубеждение, но мне кажется, что женщина, назовем это джентльменской обуви, всегда выглядит гораздо более загадочной, гораздо более сексуальной. Конечно, есть каблуки, есть лодочки и все такое, но привет, на каблуках вам никогда не будет так удобно и так комфортно, как в обуви такого типа. Еще одной моей маленькой победой стал вот этот ремень, который я нашла на распродаже на Asos со скидкой, внимание, 70%. И я очень надеюсь, что сотрудники Asos не смотрят это видео, потому что я собираюсь сказать вам по секрету, что мне настолько нравится этот ремень, я настолько сильно хотела его, что, возможно, не будь на него скидки, я бы, наверное, заплатила полную стоимость. Но хорошо, что мне не пришлось этого делать, потому что такие вещи лучше покупать на распродаже один-два раза в сезон. Итак, по сути, это очень простой, тонкий кожаный ремень, но у него определенно есть своя, назовем это фишка, это вот такие металлические разноцветные буквы. И да, я знаю, что не комильфо носить на себе название брендов, но, как я сказала ранее, мода двухтысячных явно возвращается. Я упомянула об этом или я просто говорила о двухтысячных? В любом случае, мода времен моей юности явно возвращается к нам обратно в более современном воплощении, и я не знаю, как вам, лично мне очень интересно поиграть в это. Я думаю, вы уже знаете, что, по сути, моя униформа на каждый день это джинсы и футболка, либо брюки и свитер. И я всегда очень радуюсь, когда нахожу какие-то такие аксессуары, которые добавят немножко, немножко больше характера моим повседневным образом, немножко Ксюши Востриковой, я не знаю. И мне кажется, этот ремень определенно справится с той ролью, которая ему уготована. Также я выбрала себе новые темные очки, и я очень давно хотела подобные, но основная проблема со всеми очками такой формы заключается в том, что они обычно, как правило, достаточно маленькие. И на моем широком лице смотрятся весьма нелепо. Эти, не сказать, что идут мне на 100%, но, поверьте, это гораздо лучше, чем все, что я мерила ранее. Такие очки в стиле 90-х отлично смотрятся с какими-то нежными, летними, легкими платьями, сарафанами, потому что они создают контраст. И вроде как говорят, не смотри, что на мне платье в цветочек, я могу и задницу тебе надрать. Так еще кто-то говорит, надеюсь, что так еще кто-то говорит. Еще один огромный привет из двухтысячных, это вот такая шикарная заколка. И я не знаю, лично мне кажется, что благодаря современному исполнению она смотрится скорее стильно, нежели иронично, поэтому я решила прикупить ее. Изначально она подразумевалась как исключительно домашняя вещь, потому что я хотела закалывать ей челку, когда я смываю макияж. Но, к сожалению, оказалось, что она совершенно не держит маленькое количество волос, но зато отлично держит какой-то большой плотный хвост, поэтому я решила не списывать ее со счетов. И сейчас я использую ее, очень успешно использую ее в качестве заколки автомата, когда мне хочется создать какой-то непринужденный образ. Чтобы покончить с темой аксессуаров, я покажу вам последнее, это очень большой сет тонких золотых колец. В наборе их, кажется, было штук 10, а то и больше, и должна сказать, что я поступаю так в начале практически каждого сезона. Я покупаю очень большой дешевый набор тонких колец и ношу их периодически то одно, то другое, то несколько одновременно. И, да, конечно же, к концу третьего месяца позолотость с них абсолютно стирается, они начинают выглядеть совершенно непотребно, я просто выбрасываю их. Но, вообще-то, на это всегда и делается расчет, поэтому ни о чем не жалеем. Также я выбрала для себя два топа, оба от бренда Glamorous. И, конечно, материалы у них не фонтан, но, мне кажется, у них очень стильные вещи, они стоят недорого, на распродаже так вообще копейки на один сезон самое то. Начнем мы, наверное, с зеленого топа, который вы уже видели в моем предыдущем видео. И, если честно, я не помню, чтобы на сайте он был настолько коротким, но, с другой стороны, в моем гардеробе все равно преобладают джинсы с завышенной талией, поэтому для меня это не проблема. И мне кажется, что такой топ в более теплое время года, конечно, будет просто отлично смотреться как с денимами кедами, так и с какими-то черными, широкими, расклешенными брюками и каблуками, например. В общем, ждем лето. Следующий топ, который я выбрала, может быть, для кого-то, кто не я, является уж слишком винтажным вариантом. Он выглядит вот таким образом, но подождите, дайте мне минутку. Я очень большой поклонник леопардового принта, вы меня знаете, но, естественно, с ним нужно правильно обращаться. И мне кажется, если окружить такую вещь чем-то в стиле casual smart, например, то есть прямой блейзер идеальной посадки или какое-то очень дорогое качественное пальто мужского кроя, она заиграет совершенно по-новому. На любителя я знаю, но я как раз-таки есть тот самый любитель, уж ничего не могу с собой поделать. Переходим к верхней одежде. Первое, что я заказала из верхней одежды, это вот такое пальто. И я очень давно искала нечто подобное. Может быть, это какой-то мой полнейший очередной стереотип, но для меня это пальто настоящее воплощение Англии, воплощение английского стиля. Это то, в чем я могу представить Олег Сучанг, например. Я сейчас очень и очень ищу джемпер в горизонтальную разноцветную тонкую полоску, чтобы носить вот с этим пальто и виниловыми черными брюками. Но с джемпером немножко трудновато, потому что я хочу, чтобы он был очень разноцветным и необходимо найти правильное сочетание оттенков. А по поводу брюк, если кто-то из вас знает, где можно заказать, именно заказать в интернете, виниловые черные брюки с высокой посадкой, пожалуйста, напишите мне, дайте мне ссылку, у вас просто есть шанс спасти мне жизнь. Я так давно ищу их, я знаю, что такие есть в Топшоп, но в Екатеринбурге Топшопа нет и заказать их я нигде не могу, потому что Топшоп не доставляет по России. Итак, следующая вещь, которую я выбрала, это вот такое укороченное пальто в клетку. Хотя мне очень сложно как-то его идентифицировать, потому что это полупальто, полублейзер и должна сказать, что оно оказалось значительно темнее, чем на фотографии с сайта. Но я думаю, я все равно заставлю его работать весной, потому что есть такой хороший трюк. Обязательно возьмите его на заметку, если вы хотите интегрировать какую-то более темную, мрачноватую верхнюю одежду в свой весенний гардероб. Ее просто необходимо окружить как можно большим количеством светлых вещей. Светлый верх, светлый низ, светлая обувь и ваша темная верхняя одежда заиграет по-новому. Я очень часто пользовалась этим приемом, когда у меня, например, не было возможности купить что-то новое к весне, но очень хотелось освежить свой гардероб каким-то образом. Следующий мой выбор это очередные брюки в вертикальную полоску. И я знаю, что я уже, наверное, похожа на сумасшедшую женщину, которая скупает все однотипные штаны. Но на самом деле с моим ростом это абсолютно оправдано, потому что вертикальная полоска делает мои ноги длиннее, соответственно, фигура в общем и целом выглядит гораздо пропорциональнее. Кроме того, это моя любимая форма брюк. Они формально повседневные. Они на резинке и на завязках. Соответственно, если вы заправите в них футболку, например, наденете их с кедами, будет очень необычный повседневный образ для похода за продуктами, например. Если сверху вы накинете блейзер, вы можете пойти на обед с подругами. Если вы наденете эти штаны, скажем, с рубашкой и лодочками, вы можете смело отправляться на какую-то деловую встречу. Что? Что еще я должна рассказать вам, чтобы вы поняли, насколько крутые эти штаны и почему я скупаю их на каждом шагу? Поехали дальше. Я выбрала себе вот такой темно-синий свитер с очень ярким цветочным принтом. И он определенно очень напоминает мне Fendi, потому что именно у них была вышивка цветами подобной формы. Мне кажется, что этот свитер просто идеален для начала весны, потому что, несмотря на то, что наш мозг, наше сердце уже вовсю требует зелени, цветочков, погода все еще настаивает на своем и никак не позволяет нам поменять свитер на футболку. У меня остался последний джемпер, он выглядит вот таким образом. Этот джемпер определенно по цветовому решению напоминает предыдущий, но по стилистике это совершенно иная вещь, гораздо более спортивная. Я не смогла устоять, потому что мне он напомнил форму лыжника 80-х годов, но отличным современным решением стал вот этот замок с большим круглым кольцом. И этот элемент определенно сейчас в ходу у всех дизайнеров. Мне кажется, что если бы здесь был обычный замок со стандартной собачкой, эта вещь даже мне бы казалась безнадежно устаревшей, и я, наверное, не купила бы ее. Но баланс был соблюден, поэтому мое сердце не нарадуется, глядя на такую исключительную находку. Ну что, на этом у меня все на сегодня. Огромное спасибо вам за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео понравилось вам. Если так, пожалуйста, ставьте к нему лайк. И я с нетерпением жду ваших комментариев и ответов на все вопросы, которые я нас задавала сегодня. И, кстати, я очень постараюсь с этого момента быть более ответственной в плане ответов на ваши комментарии, на все ваши текущие вопросы. Я буду отвечать на них, на большую часть из них в течение первого дня, когда я загружу видео. Поэтому, пожалуйста, пишите мне, я с нетерпением жду шанса поволтать и пообщаться с вами. Если вы еще не подписаны на мои социальные сети, пожалуйста, подписывайтесь, я оставлю их все здесь. Внизу я оставлю вам промокод в Names, который вы сможете скопировать и вставить. И да, на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok